доброе утро сразу же пишем завещание потому что сегодня будет жаско доброе утро ребята вчера мы знаем что у нас был такой влог знаете быстрый сразу же утро сразу же вечер вот такой вот день вот такой вот получился сегодня будет круто сегодня мы попрыгаем сегодня мы прыгаем в самом крутом ватунном центре sky trip скоро мы вам в нем больше расскажем ссылка будет в описании смотрите какое тут много всяких приколов которые можно осваивать и сегодня мы это будем делать друзья так что поехали мы размялись и теперь мы готовы как давно мы этого не ощущали не забыла девчонка как-то сейчас жестко прыгнула аж башкой стукнулась об колено как всегда неудачница а у паши там баскетбол баскет баскет все 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 попалась дай руку дай руку дай руку дай руку Фирменное движение Насте, я думаю, вы вспомните. Ну-ка, покажи. Понятно. Ноги повыше поднимее. Технику Насте мне не знаю. Да. Только я знаю эту технику. Что, устал? Да, а ты? Нет. Нет? Нет, нисколько. Что ты такой потный? Это у меня не пописился. А, понятно. Парни, 24 года. И что? И что, что мне 24? Я слышу. Ты слышал? Это круто в любом возрасте. Почти 60. Да. Попьешь. Почти 60 круто. На самом деле, да. У меня появилась идея поставить здесь стенку, так как здесь немного народу. И прыгать в нее, мне кажется, будет круто. Настюха, давай строить стенку. Сейчас ей не выбраться. Выбраться не может. За жопу ее. Пашенька сможет нырнуть прямо туда. Я хочу нырнуть. Давай. Смотри. Что, Настя ныряет куда-то по полке. Сейчас вот там выверну. Давай. Давай. Настя ныряет куда-то по полке. Паш, помоги выбраться. А не закидывай. Паш, помоги выбраться. Паш, помоги выбраться. Паша. Все. Все? Нету Настюхи. А, нет, смотрите, торчит. Дай ручку. Дай ручку. Дай. Дай пять. Сама. Неизвестна. А, ты что, знаешь, чего? Что? Чтобы ходить. Знаете такую штуку, по которой ходят люди? По, получается, прямой. Более прикольно. Давай, отпускай. Сюда все прикольно вошли. Давай, дай ее. Я тебя нога отрошусь. Как ты? Паш, нога отрошусь. Да, сама. Тихай. Не, не, не. Ноги не так просто. Сосика. Не, уходите, я могу. Чуть бы яичкам не дала. Ой, молодец какая. Ой. Паша молодец. Вообще, молодец уже. Ты, правда, для детей это сделала, но Паша говорит, Настя, ты же ребенок. Проходи. Вот мои препятствия. Ёшки, вот б***ь. Я тебя вижу, слышь. Вот все. Ё-о-о. Круги ада. Ёшки, вот б***ь. Как вы это? Самое трудное препятствие начинается. Нам сказали, что сюда не надо. Тут. Для детей. Ну ладно, ничего страшного. Он не хочет отсюда уходить. Я ему говорю, пошли домой, хватит прыгать. Ну нет, Паша, я тут оставляю, завтра заберу. Завтра заберу тебя. Ну вот, друзья, посетили мы самый лучший на данный момент батутный парк Перми. Как вы поняли, мы будем ходить сюда сейчас довольно-таки часто. Это батутный парк Sky Trip. У них, кстати, есть акция специальная для молодого поколения, для школьников, а с 10 до часа вы можете попрыгать всего лишь за 150 рублей. То есть 150 рублей вы платите и прыгаете на здоровье. Молодой школьник. Блин, жаль, мы не школьники, да, Настюх? Я бы так постоянно бы прыгал. Ладно, давайте тогда. Мы сейчас едем домой, отдохнем, потому что устали безумно, под прямо ручьем тек, да? Да, еще кушать хочется. Ну, Настя всегда кушать хочется, так что это не обращать внимания. Всегда жрать хочешь? Капец, я устал. Да? Вот эти прыжки, они выматывают. Кстати, мне, знаешь, тебе понравилось то, что разминку проводят? Да, вот, где они проводили разминку? Смотрите, вот здесь батуты, они какие-то прям чувствуются, подход совсем другой. Тут разминку тебе провели перед тем, как ты зашел, объяснили какие-то элементарные вещи. Ты уже идешь прыгать, у тебя несколько залов, немного народу, в принципе, по утрам. Все, друзья, мы отдохнули уже. Сейчас Настя идет по делам. Ладно, что по делам-то? Она пошла подмышки свои брить. Потому что у него там вообще волосня, но мы вам этого не показывали. Если бы я вам показал, там такая жесть. Просто ты личная. Согласен. Но я же не показывал. Вот если бы я показал, это был полный трэш. А я пошел снова в налоговую, регулировать свои долги, недолги. В общем, сейчас я вам после налоговой, наверное, расскажу одну сказку, которую нужно вам услышать. Так, друзья, давайте, как я обещал, пока еду за Настей, расскажу вам кое-что. В свое время, когда я был молод, где-то я сейчас, наверное, обращаюсь больше к молодой аудитории, какой-то развивающейся, возможно, даже к своему возрасту, ребятам. И, в общем, в свое время я был очень глуп. И у меня в голове была одна мысль, что самое главное в жизни – это деньги. Да, то есть единственное, что стоит и что важно – это деньги. К сожалению, это было абсолютно ошибочное мнение. И из-за этого, из-за того, что у меня были такие мысли, я лез во всякую билиберду. В общем, всякой дичи подобной, всяких сетевых компаний, всякого дерьма. Но до 20 меня перло не туда, я смотрел не туда, я думал не о том. И хотел бы вам сказать, чтобы вы не совершали подобных ошибок в молодом возрасте. То есть не лезьте во всякую хрень, которая для вас непонятна. Что там, как там, какие-то там, может быть, ИП, ООО, карточки, может быть, не знаю, казино. Но, в общем, не лезьте никуда, вот в места, которые вы не знаете, что там на самом деле и как там все это работает. Если у вас кто-то из знакомых говорит, что «Ой, смотри, там, я заработал деньги», это все фигня. Мой вам совет, в первую очередь идите к своим родственникам, к своим ближайшим, да, там, к маме, к папе, спросите у них их мнение. Либо же, если у вас возможная ситуация какая-то с мамой, с папой неправильная, может быть, они пьют или еще что-то, я вам советую найти человека взрослее вас, желательно, которого вы считаете человеком, который, ну, в общем, понимает что-то в этой жизни, идите к такому человеку и спросите мнение его. Никогда не идите вперед сами. Не думайте то, что это вам, а, и ладно, там, прокатит, потом мне это не пригодится и так далее. В общем, не занимайтесь фигней. Всегда проверяйте и всегда уточняйте у знающего человека тот или иной вопрос, который вам неизвестен, но в который вы хотите погрузиться, да, то есть та или иная работа или еще что-то. Вот такой вот совет от меня. Вот я не буду рассказывать, естественно, что именно у меня, но, к сожалению, я попал на деньги на большие достаточно и сейчас мне приходилось это все разгребать. Вот такие вот дела. Все, давайте мы едем за Настей. Вся вам счастье, удачи. Послушаю музыку спокойно хотя бы. Поезжу без на Анастасиси. Я сплю, пранк. Я вас тебя видела. Ты так снимаешь, видела. Козявка моя пришла. Давайте не будем ее пускать, посмотрим, что будет дальше. Ну что, поехали домой? Поехали. Ты что сделала, седла? А, сходила, да. Опять кушать захотела. Ой, я что-то снимаю. Ой, что-то случается. Ну ладно. Настюха сделала картофанчик. Что-то она там непонятно, чем занимается, правда. Но это ладно. У нас есть отличные салатики. Такой. Всякой. Ну вот это картошечка с майонезом. Так что по максимуму. Для тех, кто худеет. Да, чисто для нас. В общем, по кайфу. Сегодня еще Пашка будет употреблять вот такие вот бяки. Да. Но это не просто так. Сегодня просто за Реал Мадрид топить будем, да, ребят? Когда будет это видео, уже они будут. Да, уже будет известный результат. Потому что Реал Мадрид вышел в финал Лиги Чемпионов. Будет играть там с Ювентусом. Это будет просто жопа, как сложно. Но будет круто. Ладно. Все, давайте нам приятного аппетита. Вам приятного аппетита. Ну вот и все. Сейчас начнется матч. Я выйду еще раз в эфир в одном случае, если Реал проиграет и не выйдет. Но это невозможно. Так что я вас всех поздравляю. Тех, кто болел за Реал. Демонтирую уже вложек. Настюшка у нас потихонечку засыпает. Что-то еще там смотрит в инстаграмах своих вонючих. Не вонючки. Все, прощаемся с вами. Давайте удачного вам дня. Удачной ночи. Приятного аппетита. Всем пока-пока. Пока-пока. На, больше всего садика. Нет.